Я хочу обратиться ко всем русским, которые еще пока что не зашкварились. Я хочу, чтобы вы просто включили свои мозги солдатики и подумали, куда вы идете в многомиллионный Киев, из которого по вас будут ебашить с каждого окна. Вы целый месяц мерзли в своем ебучем Ростове для того, чтобы приехать сюда и сдохнуть в Киеве. Я вам скажу так, вы еще даже не начинали дохнуть. Вы думали, что украинцы это хохлы, которые будут встречать вас цветами. Они встречают вас джавелинами. Вы думали, что у нас президент КВНщик и клоун, а оказалось, что он железный джокер, который ебашит вас байрактарами. И вы знаете, что это нихуя не пиздеж, потому что вы все это видели своими собственными глазами. Вы молодые пацаны, я это прекрасно знаю, и вы все хотите жить. У вас не хватает патронов, у вас не хватает топлива. Вы не знаете, куда вы едете, вы не знаете местности. А мы здесь родились, это наша земля. Но я хочу предупредить, вы еще даже не начинали дохнуть, потому что, когда вы придете в Киев, вас будут ебашить абсолютно все. У каждого украинца есть оружие в коктейле Молотова. У нас сейчас все аэропорта напакованы джавелинами и стингерами для того, чтобы давать вам пизды. За бомбардировку жилых кварталов, за то, что вы расстреливали наших женщин и детей, вам пиздец. Ваш хваленый кадыровский генерал, которого даже вы сами сытись, считаете его, блядь, элитой, вчера сдох в Гастомеле вместе со всеми своими кадыровскими псами. Поэтому, пацаны, сдавайтесь в плен, мы вас накормим, напоим, никто вас не будет обижать. В отличие от вас, мы не стреляем в безоружных. Мы очень добродушный народ, мы очень дружелюбные. У нас есть теплый чай, одежда, электричество работает, горячая вода. И вы уедете домой к мамам, к близким. Иначе в Украине вы все погибнете ни за что. Слава Украине! Героям слава! Продолжение следует...